всем привет это скринкасты меня зовут григорий шевкопляс и я преподаю курс алгоритмов структур данных в академии больших данных made и сегодня мы с вами поговорим о такой насущей теме как как же мне решать олимпиадные задачи как мне сдавать задачи в тестирующую систему если я пишу на питоне он же такой медленный и ничего у меня на нем не работает не учить же мне плюсы в целом проблема довольно известная и сегодня я поделюсь с вами так сказать что-то из разряда топ 5 лайфхаков как заставить программу на питоне сдастся в тестирующую систему так ну что ж давайте посмотрим на экране что у нас тут есть значит смотрите у нас есть простенькая программа там взяли написали заполнили массив дейта рандомными элементами а дальше захотели их посортировать с помощью сортировки выбором вполне себе квадратичная сортировка все у нас как бы хорошо с ней вот ну и собственно так давайте посмотрим на экран вот у нас есть простенькая программка на питоне значит что мы тут сделали мы взяли skyline у нас здесь 4 дальше заполнили массив рандомными элементами и посортировали его сортировкой собственно выбором ну и замерили собственно время выполнения происходящего давайте попробуем запустить и посмотрим что же нам скажет оно запуска работает почему-то безумно долго ну на самом деле понятно почему потому что это питон и я требую от него целых десять четвертых элементов вот что же мы получаем на выходе на выходе получаем что все выполнение значит данного программы заняло у нас пять с половиной секунд что довольно много потому что на том же си плюс плюс если мы написали ровно казалось бы такой же алгоритм это бы все выполнилось гораздо быстрее чем секунды окей лайфхак номер один проблема в чем проблема в том что в рамках питона мы сейчас пытаемся делать глобальные переменные и с ними работать вот это на самом деле все очень сильно усложняет какой план давайте возьмем и сделаем вот так вот значит вынесем все наши значит операции в функции на самом деле нам до хватило бы одной функции main но давайте как бы оформлять как люди все отдельно вот и смотрите что происходит все то же самое у нас казалось бы есть вот заполнение есть у нас сортировка собственно в самом мейне мы берем значит функции main мы берем что-то заполняем наш массив после чего его сортируем и все и так же вот как бы берем и вроде как меряем время выполнения сейчас операции main вот причем обратите внимание тут как бы никакого обмана нету нет такого что сначала выполнится сортировка потом я замеряю время потому что действительно как бы она начнет выполняться только когда я вот здесь вот вызову функцию main не переживайте собственно давайте попробуем запустить в таком варианте и посмотрим за сколько же она отработает так надо подождать но тем не менее смотрите опа три секунды что почти в два раза быстрее вот самом деле все так и должно было быть потому что в данном случае мы используем только локальные переменные они в силу структуры языка работают банально быстрее вот таким образом написав один и тот же код я обернув его функции или нет мы смогли сэкономить в два раза время вот что довольно неплохо опять же так значит лайфхак под номером 2 называется работа со списками и на самом деле это касается не только питона но и других языков программирования в том числе си плюс плюс но опять же просто в том же си плюс плюс мы не всегда хотим экономить время по любым мелочам смотрите рассмотрим две функции setup.datafast и setup.dataslow и давайте попробуем сыграть в игру найдите одно отличие вот на самом деле отличие полтора что мы делаем в setup.datafast в setup.datafast мы берем и сначала выделяем массив размера n после чего берем и заполняем его рандомными элементами а в setup.dataslow мы просто заведем пустой массив а дальше будем ему в конец закидывать рандомные элементы вот по факту вроде казалось бы одно и то же но давайте посмотрим как у нас дела с подсчетом времени для подсчета времени мы напишем вот такой вот шаблончик который просто будет запускать функцию f от каких-то данных n значит в данном случае от размера n да у нас этот наш аргумент наших setup функций и собственно просто возьмем и посмотрим сколько у нас будет выполняться setup.datafast и setup.dataslow так и давайте запустим значит это у нас называется тест-лист так что мы с вами получим получим что надо немножко подождать вот и получим также что у нас setup.datafast вот отработал за 4.99 а setup.dataslow отработал за 5.12 казалось бы разница не принципиально но тем не менее ускорение есть давайте поймем почему это происходит происходит на самом деле потому что в setup.datafast мы заранее знаем размер списка а в setup.dataslow мы его не знаем а если вы хоть немножко представляете как работаете списки в питоне они делают примерно следующее они говорят что если мне не хватает элементов давайте я буду расширяться вот и за счет этого расширения несмотря на то что все работает относительно не сильно дольше работает тем не менее дольше вот поэтому возможно данный лайфхак вам тоже сможет помочь так ну я надеюсь что вы достаточно разогрелись потому что дальше мы поговорим о самом наболевшем мы поговорим о считывании входных данных значит что мы сделаем мы у меня был вот написан вот такой вот скриптик простенький можете просто спорить мне на слово что он делает он просто берет и пишет в наши файлы в данном случае меня интересует видимо файл например 1 in мы в него записали 10 6 чисел просто по очереди друг за другом каждый находится на новой строке вот и давайте посмотрим как мы могли бы их считать план посчитывание номер один что вот мы взяли считали число n дальше взяли фориком считали и все положили в список вот но давайте опять же так как мы с вами уже знаем лайфхаки зарезервируем заранее н элементов собственно почему бы и нет чтобы вдруг у нас на самом деле все быстро работало бы если бы нормально просто хранили список так ну и давайте попробуем значит это запустить единственное что поскольку мне нужно файл перенаправить в входные данные мы будем это дело все запускать соответственно из терминала так значит это у нас называется значит тест input и туда я беру и передаю ему вот наш файл 1.in который он только что показывал ты давайте посмотрим сколько это будет работать так это работает у нас 0 9 секунд отлично за секунду он смог считать 10 седьмой элементов все замечательно казалось бы что могло пойти не так вот но смотрите значит есть такая замечательная библиотека sys и в ней есть соответственно штучка такая stdin вот и на самом деле значит оно будет работать в разы быстрее опять же давайте посмотрим так берем опять же заново запускаем все то же самое и смотрим что почти в 10 раз быстрее выполняется считывание ровно того же файла 1.in более того обратите внимание довольно забавный спецэффект что если изначально нужно было знать значение n чтобы знать сколько нам считывать вот тут же мы берем и считываем вообще все что было написано в нашем файле вот более того продолжая как бы наше развлечение обратите внимание что также мы можем например взять и подключить sys stdin как какой-то файл если у нас например считывание происходит из файла вот все произойдет точно так же у нас есть значит файл 3.in он на самом деле выглядит точно так же как 1.in единственное что я не указал в нем в начале сколько же будет элементов это на самом деле тоже очень частая проблема что когда мы не знаем сколько элементов как же нам считывать вот и собственно как бы в данном случае и собственно как бы в данном случае за нас эту проблему значит библиотечка sys stdin модуль все решит давайте попробуем собственно запустим собственно просто так же из терминала ну в этот раз нам ничего передавать не надо потому что файл он и так возьмет ну вот и собственно что из файла что из консоли у нас все замечательно считывается опять же в 10 раз быстрее чем это если бы мы делали стандартными input вот тоже имейте ввиду частая достаточно проблема когда нужно считать что-нибудь типа 10 там в 5 10 6 чисел размера 10 9 вот там очень часто оно в тестировочных системах не проходит так ну и казалось бы мы разобрались в питоне уже и с тем что надо обернуть функции и что со списками все не так хорошо как хотелось бы и что даже вот можно считывать быстрее но на самом деле даже если мы начнем проходить по времени в некоторых задачах есть очень забавная история что как только начинаем проходить регулярно графы есть проблема с тем что питон говорит ой извините я не могу давайте более подробно поговорим значит смотрите приведу на примере рекурсивной функции которая вычисляет просто факториал по модулю да значит отличная функция если н ровно 0 возвращаем единичку иначе домножаем n на факториал n минус 1 вот ну и берем все по модулю понятно чтобы у нас числа были маленькие наша задача сейчас залезть как можно глубже в рекурсию а не посчитать точно факториал вот собственно в нашей функции main что мы сделаем мы возьмем соответственно и по факту просто этот факториал вычислим вот так давайте попробуем что же у нас получится из этого запускаем нам предлагают ввести число например давайте проверим введем пятерку получим факториал 120 давайте немножко увеличу действительно проверили что оно даже работает окей хорошо давайте введем не знаю там число 100 так ну вроде все еще работает окей ну опять же те кто работал там с графом еще что-то выясняют что оказывается иногда в рекурсию мы хотим уходить куда-то далеко давайте попробуем ввести например тысячу видимо бабах получаем какую-то ошибку еще же у нас говорит интересного в данном случае питон говорит братан я так глубоко не могу хорошо как нам попросить его сделать это все-таки поглубже в рекурсию вот план очень простой вот есть вполне себе рабочий шаблон как это можно сделать значит тут мы используем значит читы с потоками тут на самом деле даже можете взять это просто себе как шаблончик сохранить даже не надо думать о том что оно работает вот мы вызываем магические фразы вроде значит установки рекаршен лимита и соответственно размера стека после чего берем и запускаем нашу функцию main по факту вместо того что мы здесь запускали функцию main на одной строчке мы взяли немножко тут ее именно запустили в каком-то отдельно выделенном потоке вот чтобы шаблон работал надо не забыть подключить значит трейдинг и сет рекаршен лимит достать из сиса вот так ну и давайте попробуем все то же самое но теперь уже с данными историями так запустили тысяча все работает ну и на самом деле тут вообще никаких проблем окей ну и давайте попробуем не знаю какие там десять в пятой сколько мы успеем по времени сделать так собственно бах-бах и тоже все работает вот собственно запоминайте пользуйтесь на здоровье в теме графов это очень полезная история потому что там регулярно у всех падает все из-за того что не хватает глубины рекурсии так ну и собственно раз я вам обещал пять лайфхаков рассказал всего четыре пятым лайфхаком будет то что на самом деле несмотря на то что я говорил ранее если вы действительно собираетесь заниматься олимпиадами посылать что-то регулярно в систему и так далее все-таки придется выучить язык побыстрее чем питон потому что несмотря на то что мы научились делать его чуть-чуть быстрее этого все еще недостаточно вот поэтому любой ваш не знаю там соперник противник и так далее которые будут участвовать и использовать язык c++ все равно даже при тех же самых идеях алгоритмов будет быстрее чем вы но тем не менее если вы принципиально пишите только на питоне сегодня мы научились работать с ним чуть-чуть быстрее собственно с вами были скринкасты меня зовут Григорий Шевкопляс подписывайтесь на канал ставьте колокольчики скажите маме что любите ее и всем пока